Колонна, еще одна колонна, две колонны вместе, фонтан и горшок. 29 проектов представлены на суд зрителей и профессионального жюри в Доме архитекторов. Они, по задумке авторов, могут занять место Ленина на площади свободы. Все конкурсные работы подавались анонимно участниками под девизом в виде шестизначного числа. То есть авторов проектов мы не знаем на сегодняшний день. Мы лишь можем предположить, что как минимум два конкурсных проекта предоставлены нам не украинскими конкурсантами. Это макеты и работы, выполненные на иностранных языках. Среди предложенных работ несколько вариантов фонтанов. Это предложение пользовалось популярностью среди харьковчан. Различные авангардные композиции, воздушный шар, смотровая площадка тоже в виде шара наверху. И различные колонны от конструктивизма до скандальной стелы с ангелом и крестом наверху. Когда этот проект еще осенью попал в соцсети, часть горожан возмутились такому предложению. Часть посчитали фейком. Как выяснилось, колонна в качестве проекта действительно существует и не одна, а в окружении четырех статуй. Греческого философа, князя Игоря, Кабзаря и Бурсака. И как ни странно, некоторым посетителям выставки такое творение пришлось по вкусу. Этот вот проект памятного знака под девизом 00001, он максимально приближен к тому замыслу, который был заложен, по-моему, в 29-м году. Ну и, в общем-то, само исполнение мне тоже импонирует, так же, как и многофигурная композиция у основания этой вертикали, которая чем-то мне напоминает Манизеровский памятник Шевченко. Смотрится вот эта вот башня, но мне кажется, что площадь станет меньше, и она уже не будет второй в Европе, она украдет. Мне нравится, вот представлено это, скорее всего, американцы. Давали какую-то часть конструктивизма, они так вот ее легко тоже... По этой же вертикали, я с Викторией совершенно согласна, вертикаль обязательно нужна, потому что она поддерживает центральную композицию «Газпрома». Но с каких-то более исторических и интересных идей, если исходить, то есть вот в этой композиции, которую Вита тоже поддерживает, некий бурсак. Авторство проекта под первым номером приписывают брату главного архитектора города Сергея Чечельницкого Павлу, хотя сам он от этого креста открещивается. Но противники конкурса обеспокоены тем, что именно этот проект предопределен как победитель. Поэтому представители гражданского общества и части архитектурной общественности решили оспорить проведение конкурса через суд. Говорят, его организация сопровождалась многочисленными процессальными нарушениями законов, и вместо него стоило бы провести международный конкурс по всем правилам, бюджет на который готовы выделить меценаты. Вот только дальше подачи в суд рассмотрение иска не продвинулось. Если, грубо говоря, в ближайшие дни нам не станет известно, когда же будет рассмотрен наш иск, то мы будем предпринимать адекватные меры общественного влияния, в том числе, возможно, акции какие-то в результате женского суда. Что касается результатов конкурса, я надеюсь, что результат рассмотрения будет раньше завершения конкурса. Но даже если он будет позже, то если конкурс будет признан незаконным, то, соответственно, его результат будет незаконным. Это просто делается еще одно исковое требование о том, чтобы признать результаты конкурса незаконным. Правда, есть вероятность, что окончательного решения активисты добьются, когда памятный знак уже будет установлен. Определение победителей конкурса назначено на начало февраля. Марина Николаева, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости.